Всем привет! С вами канал SuperAndroid. Сегодня у нас приложение, которое называется Android P Volume Slider. Приложение, которое позволит вам активировать под функцию, которая будет доступна только в Android P. Я сейчас покажу, как все это дело выглядит и для чего это надо. После установки приложения по нажатию на кнопочки громкости у вас будет появляться вот такой вот слайдер, при помощи которого вы сможете отрегулировать позицию громкости в зависимости от выбранного приложения. Помимо всего, в строке уведомлений будут доступны иконки, нажав на которые вы сможете настраивать громкость ваших девайсов при определенном выборе. То есть это громкость, звонок, музыка, будильник и остальное. Эти иконки можно скрыть. Давайте посмотрим на само приложение и посмотрим, что оно у нас имеет. Разрешение, никаких приложений не запрашивало, передачи данных не использовало, батарея с момента полной разрядки не расходовалась, то есть потребление на минимуме. Теперь перейдем к самому приложению. Итак, оно у нас установлено. Для того, чтобы выбрать, как будет выглядеть ваш слайдер, достаточно изменить вид Android P или Normal. Normal выглядит вот так, все тоже доступно и все тоже регулируется. Следующая позиция Replace Volume K. То есть вы, включив или отключив эту функцию, сможете отключить сервис и ваши кнопочки будут работать в том же самом неудобном, скажем так, режиме по настройке. Как видите, все изменилось и вернулось на круги своя. Мы сейчас это дело все включим. Обратите внимание, что приложение будет обрабатывать определенные действия на вашем Android устройстве. Если вас что-то не устраивает, просто не ставьте данное приложение. Default Slider Auto, то есть при выборе определенного приложения, при настройке определенной громкости, приложение сможет автоматически выбирать ту громкость, которую вы регулируете. Как это все дело выглядит, если мы запустим музыку, выберем какую-либо композицию, нажмем воспроизведение. При регулировке громкости слайдер будет доступен, то есть он переключится именно на регулировку медиа. Возвращаемся к нашим баранам. Вновь остановим музыку. Как видите, при выборе определенной подфункции слайдер автоматически переключается. Если вас что-то не устраивает, вы можете задать, какую из системных настроек громкости будет по умолчанию регулировать слайдер. Далее, Touglas. То, что я говорил, в строке уведомлений появляются иконки, при помощи которых вы можете, нажав на иконку, отрегулировать громкость. Можете исключить любую иконку и она больше не будет показываться в данной строке. Активируем все это дело назад. Следующая строка уведомлений. То есть как будет выглядеть строка уведомлений, ее цвет. Select и смотрим. Теперь строка красная. То есть вы сможете настроить строку по своему умолчанию. Если что-то вас не устраивает, нажав на кнопку reset, всегда можете вернуть предыдущий цвет. Иконки как будут выглядеть. То есть есть возможность подстроить и строку с иконками. Если у вас, к примеру, не белый цвет, а голубой, синий, любой, тоже изменяется здесь цвет. Вернем все на круги своя. Или же выберем кастомный цвет, что можно тоже отрегулировать. Оставим все это как было, черненький. Позиция слайдера. В зависимости от того, левша вы или правша, вы сможете откалибровать и задать позицию вашего слайдера. После нажатия на ОК будет показано место, в котором теперь по умолчанию будет располагаться слайдер. Если вы левша, удобно на левую руку. Сколько будет показываться слайдер после его активации? Здесь можно выставить время. То есть время показа слайдера. Если вы ставите больший параметр, после нажатия на кнопки слайдер будет показываться, к примеру, не 5, как по умолчанию установлено, а 8, к примеру, секунд. И не знаю, в каких единицах измеряется показ. Ну, это... А, да, в секундах все правильно. Прозрачность. Отрегулировать прозрачность слайдера. Видите, что теперь у нас он практически не виден. Сейчас немножечко мышка подключила. Так, следующая анимация. Показывать или не показывать анимацию. Ну, это уже зависит от вашего Android устройства. Насколько оно сильное или слабое, как вы знаете, что каждая анимация, она подъедает оперативку. Если у вас слабенький смартфон, просто отключите анимацию. Слайдер Backcall Color. Color, правильно, наверное, будет все-таки на английском. Изменяет цвет заполнения вашего слайдера. То есть, если у вас какие-то цветные обои, вы сможете изменить цвет слайдера. Цвет самого ползунка слайдера. Да, мы, наверное, изменим, потому что по умолчанию у нас был такой ползунок. Этот цвет, извините, не ползунка, а именно иконки колокольчика. Вот так вот здесь это все дело выглядит. Я ошибся, мои извинения. Вернем все назад. Громкость в уведомлениях. Ну, для регулировки предлагают установить дополнительную программу от разработчика. Я думаю, что я ничего не упустил. То есть, на мой взгляд, программа уже полностью функциональна. Хотя, по сути, она еще находится в разработке. Некоторые подфункции, возможно, не отработают на вашем Android-устройстве. После установки внимательно изучите все настроечки. Как я уже показал, все довольно-таки доступно и все показывается в реальном времени. Если вас что-то не устраивает, вы всегда сможете отключить программу и удалить ее со своего Android-устройства. На этом буду заканчивать. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До новых встреч!